Добрый день, дорогие зрители! Приветствуем вас на нашей третьей программе Кухня Юго-Запада Как вы видите, сегодня у нас чуть-чуть все-таки не кухня Потребовался нашей кухне небольшой косметический ремонт И сегодня мы в нашей выездной студии на стадионе Сетунь Парк пообщаемся о событиях в высшем дивизионе Также затронем и тему сборной команды Юго-Запада и выступление заряда в Лиге Москвы С вами буду этот вечер я Михаил Першин и мой коллега Я Антон Погодин, здравствуйте Антон, ну начнем, я думаю, нашу передачу сразу же с высшего дивизиона Юго-Западной Лиги Сейчас вы на своих экранах видите таблицу итоговую таблицу высшего дивизиона Юго-Запада Еще раз сердечно поздравляем команду 3 звездочки с победой в чемпионате, впервые в своей истории команда стала чемпионом также впервые в своей истории серебряных медалей серебряных медалей добилась команда любителей и бронзовые призеры команды Ника ВРК как в том сезоне бронзовые медали у Ники были также с третьими на финиш они пришли и в этом году Ну судя по всему, если говорить о Нике, да, то получается команда не сдает свою позицию и второй год подряд занимает третье место будем от них ожидать в следующем сезоне уже какой-то некий скачок вперед Да, ну Ника сама виновата растеряла она вот эти вот очки был у нас в студии полтора месяца назад Михаил Марголин говорили мы ему, ты ему говорил что довольно легкий календарь Михаил категорически не согласился и как воду глядел, к сожалению, для своей команды Да, соглашусь Ну что же, пройдемся вкратце по результатам тридцатого тура высшего дивизиона Чемпионат обыгрывает Керосинку со счетом 8-5 Ну, в принципе, от этой игры, от этой игры ну, ждали такой, знаешь, All-Star Game команды, команды умеют атаковать команды не очень охотно обороняются и вот для меня лично крупный счет в этой игре абсолютно не случайно Не удивил, да А чемпионат, мне кажется, одержал победу в силу того, что, в принципе, и та, и та команда играют в комбинационный футбол, быстрый футбол на силу того, что все-таки средний возраст игроков в чемпионат чуть повыше, соответственно, и мещение забили чуть больше А так, в принципе, красивая зрелищная игра с красивым счетом Я думаю, все остались довольны Для последнего тура это шикарное окончание как для тех, так и для других Ну, скажем еще, что чемпионат все-таки пока что не закончил выступление в этом сезоне Еще ждет одна четвертая кубка В эти выходные будет матч с командой любителей Этот матч обязательно будет показан на АЛФ и ЛТВ Вообще все матчи одной четвертой кубка Юго-Западной лиги мы планируем показать Ну да, там в каждой паре есть очень интересное соперничество Если чемпионат у нас играет с любителями Это представители высшего дивизиона Второе и четвертое место, соответственно Также встречается еще столица Артель с тремя звездочками Это победители обеих высших эшелонов Юго-Западной лиги высшего и первого Ну и в другой паре, в другой сетке Также не менее интересное выступление Алмаза Честно скажу, очень наблюдаю и переживаю за этой командой Она мне очень импонирует Силу того, что во второй лиге играя Не обеспечив себе выхода в дальнейшее продвижение по рангу То есть из второй лиги команда не вышла При этом попутно обыграла двух представителей высшего дивизиона Очень интересная команда Ну все-таки не высшего Аминьева у нас пока что первую лигу представляет Чуть-чуть поторопился ты Зюзина Зюзина, да, и Аминьева Ну как бы высших высших дивизионов Покупку я предлагаю чуть-чуть попозже Чуть-чуть попозже У нас сегодня будут гости Это Юрий Бамин, главный тренер сборной Юго-Запада Главный тренер столицы Артель Ну с ним мы будем разговаривать в основном о сборной И супер гость у нас сегодня Артем Сергеевич Цырин Руководитель, тренер МГУ-3 звездочки Будет интересно Будет интересно Продолжим по результатам матчей 30-го тура Реальчики проигрывают Меркурию со счетом 7-2 Знаешь, я работал на этой встрече Очень хорошо она мне запомнилась Ну реальчики уже приехали на последний матч Ну вот именно как на последний матч Начали игру они минус один Потом подъехал у них игрок Но заканчивали они все равно минус один За две желтые карточки был удален Футболист Реальчиков Меркурий играл на следующий день После вылета из Кубка В драматичной игре Проиграв ММФ Ребята вышли тоже как на последнюю игру И в принципе по игре По игре вопросов не было 3-0 вел Меркурий Потом Андрей Бондарев со штрафного дважды Отправил мяч в сетку ворот Меркурия Но во втором тайме не хватило сил Вот я говорил замен не хватило У реальчиков плюс удаление Итог 2-7 По игре превосходство Меркурии Говорить здесь не о чем Ну ты знаешь Меркурий в этом сезоне Приучил всех болельщиков И всю юго-западную лигу Потому что вне зависимости от соперника Вне зависимости от настроя соперника На каждую игру эта команда выходит Всегда с боевым настроем И ждать от них каких-то подарков не приходится Тем более как ты уже сказал За день Днем ранее они вылетели из кубка И чтобы все-таки уйти на летний перерыв В хорошем настроении Тем более реальчики Та команда которая позволяет уйти В хорошем настроении На окончание чемпионата Если мнение не изменяет память Там что-то не в каждой игре У реальчиков удаление Либо у соперника Либо у них самих Поэтому в принципе Меркурий благодаря своей дисциплине Благодаря вот этой своей постоянно Мужской борьбе И настроенную игру Просто взяли и разорвали Молодого оппонента Согласен Отметим то что Иван Мухин Забил три мяча в этом матче Вообще у нас в этом туре Пять человек Игроков Оформили хит-трик И Александр Родин Из ММФ Вообще отметился пента-триком Пять мячей забил В ворота УМК Но об этом мы чуть попозже Поговорим Пищевик играл с Никой Пищевик Закончил этот переходной сезон Тяжелый сезон для команды Не попали Попали они в десятку Как раз по итогам чемпионата И игра с Никой Складывалась В принципе Довольно легко Для Ники Очень много Незабитых моментов было Очень негодовал Михаил Марголин Переживал на бровке Но в итоге Александр Юшин Приехавший Игра происходила В воскресенье вечером Александр Юшин В субботу Прошу прощения Игра происходила В воскресенье с утра А вечером В субботу Александр Юшин Играл еще В первом дивизионе Чемпионата Беларуси Играет он за Билшину Команда борется за выход В премьер-лигу Первенства Беларуси И вот Александр отыграл Свой матч Первого дивизиона Беларусского чемпионата Приехал к нам В высшую лигу Юзао И забивает Два пищевика 3-1 Ника выигрывает у пищевика Пищевик отправляется На каникулу Так же как и Ника Я думаю Что нужно отдохнуть Обоим коллективом Как-то где-то Может быть Пересмотреть Трансферную политику Особенно будет интересно Что будет происходить С пищевиком Звали мы сегодня На программу Олега Есенова К сожалению не смог Но очень я надеюсь Что увидим мы его В какой-то из программ Еще в этом сезоне Очень нам хочется Выслышать Олега Ты знаешь Вот честно По поводу Олега Есена Это у нас уже некая Такая мини-юго-западная Санта-Барбара Мы постоянно Пытаемся выдернуть На каждую передачу К сожалению Все никак не получается А по поводу этого матча Я хотел бы Что отметить Не только пищевик Но и Ника Уже в принципе Закончил перед этим туром Все потому что Разрыв перед последним туром Был в 4 очка От любителей То есть даже в случае победы И в случае фиаско любителей Все равно Ника На второе место уже не выходил Ну и третье место Чемпионата они тоже не давали Потому что у них был Очковый запас Вообще у нас интриги В матчах высшего дивизиона Как таковой не было Была только она интрига Мы ее оставили напоследок Это борьба заочная Между Тонной и ОМК И чуть попозже мы расскажем Чем завершилась эта борьба Вот как раз ты заговорил О любителях сейчас Любителей еще раз поздравляем С успешным сезоном И в Еврокубках очень достойно Команда выступила Дошла до плей-офф 5-5 сыграли любители Любители с ударом Была хорошая игра Обоюда острая Хитрик Никита Зиновьева Мне игра понравилась Не всю ее, к сожалению, видел Ну, знаешь, для удара Достойное завершение сезона Потому что, по-моему, в шести последних турах Не мог удар набрать очки Здесь, как бы, не хочется уходить в отпуск С поражением, ничья Ну и, в принципе, любителей, мне кажется Тоже все устроило по этому результату Ты знаешь, я бы что хотел отметить здесь Что после прошлого тура, 29-го Когда удар сыграл с Камазом Мы с тобой оба работали на этой игре Удар тогда проиграл 5-4 Чуточку им не повезло В конце они не дожали Разговорил с Владимиром Цветковым И он сказал о том, что с такой игрой С любителями им ничего не светит Я поделился с ним своими мнениями Относительно того, как можно было сыграть С любителями, исходя из тех возможностей Удара, которые у них в наличии имеются Ну, судя по всему, Владимир меня услышал И видишь, с одной из сильнейших команд лиги Удар играет в ничью И, в принципе, неплохая перспектива 9 забитых мячей и удар Это вообще какой-то нонсенс Если честно, если посмотреть суммарную статистику команды И среднее количество забитых мячей за игру Я считаю, удар после этой игры Должен уйти с хорошим настроением И верой в то, что в следующем сезоне Они выстрелят и могут преподнести сюрприз Я честно, я в них верю Да, 11-е место И вообще команда такой крепкий середняк Очень хорошо они подготовились к этому сезону Владимир Цветков тоже пообещал Что в итоговой программе будет у нас Я думаю, что мы там подробнее уже об ударе пообщаемся Стоп-наркотик побеждает КАМАЗ Хлопнув дверью 5-4 Стоп-наркотик вылетает в первый дивизион Как сами шутят ребята Во главе с Никитой Перевозчиковым Надо пройти чистку первого дивизиона Чтобы вернуться обратно На следующий сезон перед командой в первом дивизионе Будут стоять максимальные цели Ну а КАМАЗ, наверное, можно тоже уже об этом Ну, я вот тоже думаю, что тебе стоит проафишировать Тоже, да, можно сказать Закончил свое выступление в высшем дивизионе Юго-Западной лиги Другая команда будет играть в следующем сезоне Вместо КАМАЗа в высшей лиге Юго-Запада Не скажу пока какая Пусть для вас это будет сюрпризом Но должно быть интересно Перейдем к следующему матчу Ну, перейдем к следующему матчу У нас это Бутова три звездочки Очень эмоциональный получился матч Но я думаю, мы подробно об этом матче поговорим С Артемом Цирином, который будет у нас в студии И вот мы переходим к главной интриге Выходных Это матчи Зюзина и Тонны И матч ОМК ММФ С утра, в субботу, проходил матч между Зюзиной и Тонны Это дерби, наша старейшая Одно из наших старейших дербий Юго-Запада Дружеское дерби, как мы его называем Команда Побратимы Между собой футболисты хорошо общаются Переходят из команды в команду каждый сезон Алексей Пискарев, например, играл в Затонну Находясь в аренде из Зюзина И никто не помешал ему выйти на поле в данной встрече Вспомним, что и Василий Дружинин Бывший основной галкипер Зюзина В этом сезоне частенько за Тонну приезжал Но вот в этой встрече Юрий Кошурников защищал ворота Это и не удивительно Потому что Юрий все-таки с основания команды И на ответственнейшую игру И тем более это дерби Как ни парадоксально, Тонна, когда два года назад Вылетала из высшего эшелона Тогда у них тоже в последнем туре все решалось Из Зюзина, им тоже необходима, нужна была победа Из Зюзина, как и в этот раз Тогда тоже их обыграла и отправила Своих, так скажем, друзей в первый дивизион Да, Зюзина получается Два сезона подряд, но через сезон Потому что в прошлом сезоне Тонна играла в первой лиге Получается, два сезона подряд в последнем туре Хоронит Тонну Отправляет ее в первый дивизион И в дерби получилось Отметим, конечно же, что хитрик В этой встрече сделал Алексей Кочеригин Наша легенда Прославленный наш ветеран Назовем его так даже Неоднократный чемпион в составе вопросов спорта Ну и Илья Егоров и Тонны Тремя мячами Отметился В целом, в целом Берби удалось Но у Тонны было куча Куча нереализованных моментов Завалили, понимаешь Завалили первый тайм Получили три мяча И плюс по такой жаре Мы все знаем, что И Тонна и Зюзина Это команды, в принципе Относительно возрастные И тяжеловато Тяжеловато им было Но был переломный момент При счете 3-2 Когда Тонна могла зацепиться за игру И казалось бы уже всем на стадионе То, что она за нее зацепится Но Зюзина Использовал свой шанс Тем самым Сделал паритет опять в два мяча И честно говорю Что началась суета у Тонны Игровой стиль потерялся И какой-то такой обоснованной стратегии На окончание этой игры у них не было И, соответственно, матч завершился Со счетом 6-4 Таким хоккейным, я бы сказал Но все равно ребята играли до конца Ребята молодцы И Тоне хочу пожелать удачи В первом дивизионе Это тяжелый, тяжелый дивизион Много игр Футбол Там несколько и ночью В высшем дивизионе Все-таки В высшем дивизионе Больше дает играть Футбол Да, скорости повыше Там он все-таки более оборонительный Но я верю в них Эта команда не первый раз Справляется с такими трудностями Я думаю, будут сделаны Определенные оргвыводы И найдут они игроков Которые будут постоянно есть в этом году Потому что была неоднократная ситуация Когда у них там и 6 полевых всего было Там а то и 5 Постоянно какие-то задержки по играм Ну то есть в принципе Все ожидаемо Какая дисциплина в команде Такой соответственный результат Это кстати касается топ-наркотиков Который занял последнее место Ну что ж, друзья Давайте посмотрим Что до и после матча Зюзи Нутон Говорили Дмитрий Чередниченко Константин Черников И Алексей Пискарев В каком состоянии команда подошла к дерби? У нас сейчас ситуация более-менее стабильная Мы уже ни на что не претендуем Никуда не вылетаем Остаемся в середине Поэтому у нас психологическое состояние Намного лучше, чем у Томи Потому что они больше заживания Если они сегодня не выигрывают Насколько я понимаю Они вылетают напрямую Поэтому мы спокойно, расслаблены Мы неплохо провели весну В прошлый матч мы, к сожалению, не собрались Проиграли чемпиона А в целом у нас нормальный И сегодня будет хороший сбор Какая задача состоится в сегодняшней игре? Обязательно надо выигрывать Для нас Тома это самый принципиальный соперник Мы в высшей лиге играем 13-14 лет И самый первый матч фактически С командой вышки на кубке был Тома Вот как мы с ними зарубились Когда в кубке-то програли по пенальти После этого у нас каждый матч с ними Ожесточенная борьба, дерби Однозначно То есть нам все равно Какие у них задачи Вылетают они или нет Наша задача сегодня Короче, из нас побеждать А там мяч и игра все рассудят Спасибо Здравствуйте, скажи, пожалуйста Как получилось ли реализовать предыгровые установки? В начале все очень хорошо получилось Повели 3-0 Потом что-то начали прижать к воротам Очень хорошо, что в первом тайме не пропустили Но второй начали уже так пропустили Потом немножко включились Начали повыше играть Ну и довели до победы Краткий итог сезона Подведи, пожалуйста Ну еще не знаю, какое место займем Если займем место шестое Удовлетворительно Если будет ниже, то, наверное, ожидали большего все-таки Поним Спасибо большое, с победой Насколько команда готова к финальному матчу? Команда готова, я считаю, неплохо Будем стараться побеждать Нам нужно 3 очка Чтобы сохранить шансы на участие в стыковых матчах Посмотрим, что получится по итогу Но желание у команды есть И планы взять свои 3 очка Расскажите про план на эту игру План играть аккуратно в защите Не совершать глупых ошибок И искать свои шансы в контратаках И реализовывать шансы, которые наверняка у нас будут Спасибо Леша, здравствуй, скажи, пожалуйста, что получилось в этой игре, а что нет? День добрый Да, много чего не получилось Наверное, настрой у нас запредельный Наверное, перегорели В принципе, все получалось И контратаки получались Немного защиты они наглядели Скажи, пожалуйста, стоят какие-то уже задачи на следующий сезон? Будете усиляться как-нибудь? Да нет, еще ничего не стоит Задача была здесь остаться Здесь мы остались Дальше будем смотреть Желаю вам удачи И поскорее вернуться в большую дивизию Спасибо Кстати, о стоп-наркотике Насчет хитриков мы все общаемся Аслан Ивазов сделал хитрик в матче с Камазом у стоп-наркотика Так, чтобы всех представить Игроков, кто отметился таким футбольным достижением в этом туре Ну и на самом деле после поражения Тон Матч ОМК ММФ не носил никакой турнирной интриги Но интригу сделали сами футболисты ОМК Им надо было просто приехать на этот матч Чтобы не получить минус три очка И в итоге не вылететь Ну и что мы видим Игра должна была начинаться в 10 часов 20 минут По московскому времени Время 10.20 На стадионе присутствуют два футболиста ОМК Почему-то они считали, что они будут играть на первом поле в 11.10 Там какая-то, видимо, непонятка произошла Слава богу, что успели Успели, слава богу, для ОМК Что успели подъехать другие футболисты В итоге начинали они минус два этот матч Надо отметить, что у Константина Михайлова Одного из лидеров ОМК и духовного лидера команды 1 июня был день рождения С чем мы его сердечно поздравляем И вот после дня рождения на утро команда чуть-чуть не собралась Сам Константин припоздал Но в итоге главное для ОМК матч состоялся Итоговый результат, в принципе, не стоит уже выделять такого внимания И с чем связано 11.0, тут, в принципе, все понятно Да, ну отметим Александра Родина В составе ММФ 5 голов он забил и 4 передачи отдал В 9 мячах своей команде поучаствовал Результат, да, несмотря на то, что соперник был не в полном составе Результат все-таки феноменальный Что ж, будем ждать от Алексея в следующем сезоне Да, ОМК находится в стадии перестройки За сезон потерять и Александра Юшина, и Никиту Елфимова Ну посмотрим, что ждет ОМК в переходных матчах Ну, мне кажется, если они будут собираться не так, как на последнюю игру То все шансы остаться в высшей лиге у них вполне есть Ну, посмотрим, посмотрим Там очень много фаворитов Еще неизвестно, кто займет 5 место в первом дивизионе Ну что же, поговорим о кубковых встречах С удовольствием Ну что ж, друзья, вот и первый гость в нашей летней студии Просим любить и жаловать Юрий Бабин, главный тренер столицы Артель Главный тренер сборной Юго-Запада В этом отборочном цикле Позвали мы Юрия для того, чтобы пообщаться о матче сборной Наконец-то сборная, наверное, года за два, за три Впервые одержала победу Прошли мы сборную команду Испании из АФЛ Юрий, добрый вечер Добрый вечер, да Добрый вечер Очень рад приглашению Это очень интересный опыт И на самом деле Я уже лет 5-6 как Плотно работаю с командами Юго-Запада Поэтому мне очень приятно здесь находиться Родная лига Юр, ну мы тоже очень рады, что Ты сегодня пришел к нам Ну перейдем сразу к сборной, я думаю Вообще вот наша была идея, да, о том, что будет у нас формирование по клубному принципу Плюс какие-то точечные позиции мы усилим Понятно, что где-то что-то у нас не получилось Но об этом мы вкратце расскажем Ну вот так вот тренерское мнение по матчу с командой Испании Да, это был очень интересный матч И Испания действительно, ну, это было хорошее сопротивление Команда старалась играть надежно, но своей не привозили соперники И мы встретились еще до игры с определенными сложностями по составу Потому что сразу два нападающих основных по разным причинам не смогли участвовать в этой игре Я думаю, что можно и фамилии называть Да, да, конечно, это был Севастьянов из трех звездочек Вот, и Лепский из столицы Артель Вот, это два лучших бомбардира, соответственно, вышки и первого дивизиона Поэтому они получили приглашение в сборную, это очевидно Вот, и, к сожалению, и одного, и другого не было Вот, но здорово, что мы подстраховались То есть Владимир Поваляев сыграл нападающего и, я считаю, отработал очень качественно В принципе, вся команда отработала, именно отработала Иногда приходилось работать, не только играть, но и работать на поле Был упертый соперник, был сложный матч Плюс, все-таки было несколько, но игроков не из нашей команды, не из столицы Поэтому приходилось быстренько адаптироваться И вот, но ребята выполнили установку Ключевые моменты были выполнены Несмотря на то, что мы забили только практически в последние атаки Все-таки, на мой взгляд, это заслуженная победа Да, естественно, это далеко не идеальная игра Нам есть над чем работать, особенно в плане атаки Но первый шаг сделан, и я ребятам очень благодарен Всем, каждому, кто приехал, и ребятам с замены Это было, они давали нам уверенность, давали вариативность И пенальти прекрасно исполнили Поэтому, да, и Кипер вытащил пусть с седьмой попытки Все-таки вытащил, с шестой, да? С шестой, да Спасибо Да, были очень напряженные моменты По мне, вот, очень здорово, конечно, как ты уже говорил Отработал Владимир Поваля Блестяще он играл, цеплялся за мяч Когда вот он уходил на поле, с поля Передохнуть, конечно, заменяющие его игроки Не давали того объема И той борьбы именно позиции нападающего Которой давал Владимир Ну и, конечно, вот этот мяч Когда он, можно сказать, затащил сборную в серию пенальти Дальний удар прекрасный Владимир показался очень хорошо Мне еще со стороны очень понравилось Как вписался Зурабков Рацхелия В, можно сказать, в оборону столицы Артель И показал себя Ну и, конечно же, голкипер Это вот три звезды, по моему мнению Антон, у тебя вот вообще по сборной Именно по ходу игры По сборной, по ходу игры Ну, какие-то вещи не получались Какие-то получались Ребятам все-таки сложно было И Юре тоже было сложно Все-таки первый матч в сборной Подготовки целостной не получилось Раз Игроки, на которых наделись на определенные позиции Не приехали два То есть приходилось корректировать И тактику, и состав И все еще до матча начались сложности В игре тоже ребята Те, которые вышли на поле В большинстве своем Они сыграли первый матч в составе сборной Им тоже тяжело Это новый этап для них Новые соревнования Давай скажу больше Ребята практически на Москву не играли даже То есть это по большому счету Можно образно сказать Первый международный матч такой сильный Пусть это был соперник из ЛФЛ Не из ЛФЛ То есть все набрались опыта Кто-то набрался там организационного Кто-то там тренерского Кто-то Игрокского Ну то есть в принципе из этого матча Можно сказать одно Всем тем, кто был Всем тем, кто помогал Всем тем, кто верил Огромное спасибо Также руководителям команды Заряд Помимо представителей Заряда Были также представители и ПРФ-20 Представители второго дивизиона Юго-Западной лиги То есть всем хотелось бы выразить Огромную благодарность За то, что приехали поддерживать Верили и даже где-то помогали Нам добиться этой победы То есть это победа именно Вот реально сборной И реально победа ЛФЛ Юго-Запада Я вот так ее называл Ну и да, я хотел бы добавить Насчет поддержки Это действительно очень приятно Потому что я до этого присутствовал На трех играх Где участвовали другие сборные И в том числе и наш прямой соперник Сборной Испании Никто из них У них не было качественной поддержки Пусть болельщиков, которые поддерживают Было, скажем так, не сотни Но вот это 10-20 человек Те, кто были, это ощущалось Вот, это приятно Нас мало Нас мало, но мы в тельняшках Ну конечно Поддержка была Да, это здорово Ну и плюс, да По Зурабу хотел бы добавить Что действительно игрок Помог И помог сборной И вписался в игру Ну в принципе Ребята, которые Ну уже долго играет в ЛФЛ И вообще играют в футбол Они быстро находят Общий язык Главное иметь общую цель Ну соответственно Уже общий язык на поле находится Вот Но еще хотел сказать Что я бы не выделял так сильно Все-таки мне кажется Главный плюс Это командные моменты были То есть конечно Ну я как тренер Вижу в каждом игроке Свои сильные качества Вот И они довольно разные Эти качества Но Самое главное Это был все-таки Какой-то командный Общий Импульс Такой желание Выиграть И сыграть еще Пройти дальше То есть я думаю Что одна из главных Мотиваций у ребят Это было Пройти дальше И сыграть еще В следующих матчах Вот И последнее Что добавлю По этому моменту Что На мой взгляд Матч был Ну вот То есть Победа была Ну вот То есть мы дальше прошли По пенальти Но все равно победа Она была одержана Ну вот Из каких-то мелочей Да конечно Этот гол Очень Ну Нам дал шанс В самом конце Но в мелочах Я очень Очень Ценю Вот эти мелочи Там несколько раз Были ситуации Когда мяч почти ушел В аут И кто-то из соперников Выключился У них были свои плюсы Они прекрасно Там в пас играли Создавали какие-то Креативные моменты Гол хороший забили Но именно в плане мелочей На мой взгляд Мы доигрывали моменты Чуть качественнее Именно в мелочах Там мяч почти ушел Мы добегали Даже вот когда гол был забит Игрок вышел на замену И там из неоднозначной позиции Все-таки борьба была выиграна Мы сделали несколько передач Из-за бельгов То есть мелочи решают Ну согласен Насчет мелочей Даже вот Помним мы эпизод На скамейке запасных Когда парировал наш голкипер удар И решался вопрос Кто пойдет бить Ребята не хотели И ты волевым тренерским решением Отправил игрока Был уверен Что вы думаете Ну Кирилл Очень интересный игрок На мой взгляд Несмотря на молодость В нем очень хороший Есть такой Игротский потенциал Который может быть Он до конца Сам не понимает Вот Но мне кажется Что это очень интересный игрок Если он будет работать над собой Тренироваться То Ну и будет находиться Естественно в хорошей команде Я верю Что столица артель Достойная команда Для развития Пусть даже на любительском уровне То Он конечно будет прогрессировать Вот Поэтому я его вызвал в сборную Что вызвало Честно скажу Определенные вопросы От некоторых моих знакомых Потому что он не является Основным игроком Столицы артель Тем не менее Я посчитал Что он очень нужен Он вышел на последние 5 минут И Вот он и совершил Этот как раз отбор После которого был Ну отбор Там борьба была в воздухе И он выиграл ее И после этого мы Затем сделали несколько передач Забили гол Плюс он забил решающий Решающий пенальти Вот Поэтому я думаю Это в первую очередь Его заслуга Что он готовился Плюс Я не планировал заранее Ему давать бит пенальти Просто посмотрел На всех кто есть И мне показалось Что у него больше всего Было желание это сделать Ну да Потому что ребята боялись Ошибиться и подвести команду Отмечу да Что я просто назвал Трех звезд матча Как бы Ну понятно что Что у кого-то надо выделить Но в первую очередь Конечно запомнилась команда Как защитники отбивались Как в центре поля Помогали опорные полузащитники Крайние хавы Работали очень хорошо То есть Ну Командная игра Да Она была Это Очень хорошо Потому что была именно команда Это было видно Это было видно Ну в плане атаки Нам есть на чем работать Однозначно То есть Здесь никаких иллюзий Мы сыграли Ну в сложных процентах сказать Но Далеко не самый лучший матч В плане атакующих действий Ну там были объективные причины Ну и может быть Какие-то организационные Тренерские Тоже Я изучил матчи И думаю Что в следующем Мы должны сыграть лучше Ну все мы набираемся опыта Мне если честно Мне матч сборной Юго-Запада Напомнил сборную Италии Да Вот которая может Весь матч быть Без особых моментов Просто грызясь за результат Отдавая полностью себя И как принято говорить Футбольный бог за труды Он обычно Возвращает Что в принципе И произошло Один грубо говоря Момент такой стоящий Да И мы его реализовали И потом по пенальти прошли дальше Я бы сказал Итальянская победа Я бы так назвал Согласен Юр Знаю я что ты посмотрел Все матчи Соперников потенциальных По серебряному Финалу Так называемому Кто вообще Вот Жеребьевки еще не было Кто вообще Вот так Предпочтительнее Чтобы в полуфинале Ну на самом деле Предпочтительнее Сложно Сложно сказать Потому что Такие разговоры Ничем хорошим Не заканчиваются Когда ты заранее Себе заказываешь Соперника И это как минимум На мой взгляд Неуважение к соперникам Тем не менее Я считаю что Ну Какие-то соперники В принципе все хороши Потому что Есть там команда На базе Линии Алькор Сделанная Очень Очень хорошая Юго-Восток Да Юго-Восток Очень хорошая команда Зеленоград Играет в очень Тоже интересный Итальянский футбол То есть Создают мало Но реализуют Очень дерзко Поэтому Я бы Ну Не хотел Такие заявления делать С кем лучше играть Но в любом случае Я уверен Что это будет Интересный матч И Да Я очень надеюсь Что Вот как Как и в первом матче Соберутся люди Игроки Очень мотивированные Будет приятно работать Вот Потому что Юго-Запад Это лига Которая Ну Наполнена Многими Игроками Интересными командами Интересными игроками И как бы Мне кажется Это будет интересно Да И Перенесемся От дел Сборных Делам клубным Прям буквально В двух Трех словах Выходные Смотрите на ЛФЛ ТВ Супер матч Победителя Первого дивизиона С победителем Высшего дивизиона Три звездочки Против Столицы Артель Главный тренер Столицы Артель Юрий Бабин И чуть позже У нас Артем Цирин Главный тренер Трех звездочек Тоже будет В этой студии Юрий Не буду спрашивать Секреты Понятно Что ожидается Очень Интересное Противостояние Какие Ожидания От этого матча Ну Ожидания Что будет Действительно Очень интересная игра Качественная игра И Я уверен Что Соперник Тоже будет В лучшем виде Подойдет Серьезно К этой игре И проявит Вот Ну С хорошим составом Подойдет И у нас получится Действительно Противостояние Двух чемпионов Это будет Очень интересно Я сам Жду И Ребята В команде Тоже очень Ждут Этого Потому что Чем Сильнее Соперник Тем Быстрее Ты растешь Тем Больше Тебе Саму Приходится Напрягаться Придумывать Проявлять Свой максимум Вот Играя С очень Слабым Соперником Ты не можешь Понять Где твой Максимум Только Сильными Ты действительно Понимаешь Чего ты стоишь Ну Вообще Перед столицей Стоит задача Через кубок Попытаться попасть В Еврокубки На следующий сезон То есть Победить кубки Перед столицей Стоит Всегда Одна задача И мне кажется Любая команда Себя уважающая Любая На любом уровне В любом дивизионе Когда она выходит Играть Выходится играть Один матч У нас есть всего Один соперник Вот И вот мы Против него и играем Поэтому Задача Выиграть в этом матче Мы не думаем сразу Там О следующих Еврокубках О следующем сезоне Там Что будет в следующем сезоне Ну Честно говоря Я вообще об этом не думаю Я думаю только о том Что будет На ближайшей тренировке Что будет На ближайшем В ближайшем матче И как подготовить себя Команду Максимально Качественно Плюс Я думаю Что Вот в таких матчах Очень важна Важны как раз Мелочи И готовность Отдельных игроков Может сыграть Ключевую роль Тренерские решения Могут сыграть Важную роль Но самое главное Я думаю Что То как ты готовишься То как команда Готовится К этому К тренировку К играм К играм Я думаю Что вот это Сыграет тоже Тоже такой момент Вот Поэтому Я жду Очень интересной игры Вот И Посмотрим То есть Какие-то таких заявлений Делать Это достойный соперник И очень интересный Ну что же Юр Спасибо За то Что посетил Нашу программу Надеюсь То что еще В этом сезоне Мы увидимся И будет у нас Какой-то радостный повод Может быть связанный И со столицей Артель Ну и со сборной Я очень На это надеюсь А так Всех зрителей Приглашаем На Вернатку парк Или к Экранам Смотреть матч Столица Три звездочки Это будет круто Это будет воскресенье В 12.20 Приходите Дорогие друзья Да Я тоже буду рад Если будет побольше Болельщиков И на матчах Столица Артель И на матчах Сборная Юго-Запад Очень дружная лига Все Друг с другом Общаются И Ну хочется Чтобы вот этот Вот этот месяц Который остался До конца сезона Мы стали еще сильнее Как лига Поэтому Жду всех На матчи сборной Спасибо большое Спасибо Ну что же Обсудим мы С Юрием Бабиным И еще один матч В Лиге Москвы Наша команда Заряд играл В полуфинале С западным Портером Вот собственно На этом поле Происходила Эта игра К сожалению Заряд Проиграл Со счетом 4-1 Юра Очень внимательно Изучал этот Матч Потому что Предстояло Его команде Столицы Играть С зарядом Я думаю Очень Разобрал Этот матч Досконально Юрий Жож Послушаем Мнение Да Это был Очень интересный Матч Это была Игра Где Команды Сильно Отличались Друг от друга По стилю Своему По подбору Игроков И По своим Сильным Качествам То есть Конечно же У Портера Была Оборонительная Модель То есть Они играли Очень Просто Надежно Они взвинчивали Темп И Очень Хладнокровно Реализовывали Свои моменты В принципе На мой взгляд Это Тот редкий случай Когда Команда Которая На мой взгляд Естественно Может быть Потому что я Чуть больше Ближе к Юго-Западу Но все равно Я считаю Что Портер Может И Проиграть В ответной Встрече И Я верю Что Заряда Ну как бы Все Зависит от заряда То есть Если Заряд Сможет сыграть Так же качественно Как они играли Вот Позавчера Против нас И так же Качественно Как они Действовали В первом матче В В плане Движения В плане Пасса В плане Игры В отборе То вот Ну в плане Атаки Конечно Им нужно Чуть Чуть Качественнее Распоряжаться Так же Им конечно Очень в первом матче Не хватило Их Бомбардира Голанов Не знаю По каким причинам Не смог играть Он был дисквалифицирован Дисквалифицирован Три желтых карточки У него было Понял И Павел Голанов К сожалению Для Заряда Не принял Ну и для нашей Юго-Западной Лиги К сожалению Не принял он участия В этом матче Да Его очень не хватало И мне кажется Это сказалось На других игроках Может быть даже больше Психологически Потому что Как-то мяч Вообще не шел И Тем не менее Я все равно считаю Что 4-1 Это не приговор Я считаю Что у Заряда Есть все шансы Если они с первых минут Включатся И начнут играть В свой качественный футбол То они смогут Пройти Портер Тем более Что Портер Ну Я думаю Что Не в идеальном состоянии Судя Физическом В плане формы То есть Не в идеальном Да Там есть Нападающий Который Решает Который Действительно Очень Хладнокровно И качественно Завершает Да Ульяненко Вот Но В принципе Полузащита Ну Не настолько Сильна В плане Созидания Не настолько Подвижна Как у Заряда Вот И Их конечно Спасает Очень грамотная Жесткая Дисциплина В плане Обороны У Портера Вот Но я думаю Что у Заряда Есть все шансы Я не буду делать прогнозы Но Если выбирать То мне кажется Во втором Я бы все-таки Склонился К тому Что Заряд Должен выиграть Во втором матче У меня честно Сложилось Немножко Такое мнение После игры Портер Заряд Что все-таки Зураб Коварацхелия Которая За день До этого Играл За сборную Юго-Запада Показал Там как раз Сто процентов Даже больше Чем он Да Может показать А в этой игре Он выглядел Не Ну Уставшим Да И Ульяненко В принципе Этим воспользовался Забив Три мяча Тебе так Не показалось Да Это интересная Идея Но Мне кажется Даже дело Не только И может быть Даже не столько В сборной Дело в том Что это был Уже третий матч Они же до этого Еще в кубке Играли с ММФ Тоже Пенальти Тоже эмоции Тоже все До последних минут Поэтому Да Все это Ну Нельзя исключать Что Что Зурабу Это помешало Но тем не менее Там Очень Хорошая команда Я не думаю Что настолько Сильно зависит Заряд От Зураба Одного От одного Игрока Все-таки Здесь может быть И Зураб Может быть И Голанова Не хватило Ну Точно Не хватило Вот Но глобально Вообще Подбор игроков Очень неплохой И Я Думаю Что Они Смогут Смогут Совсем по-другому В родных стенах Выставить Перезагрузиться Смогут Под ответные встречи Да Плюс Плюс У них Накопилось Много Недозабитых Моментов И Для них Непривычно Конечно Они привыкли Довольно часто Регулярно Выигрывать В последних матчах У них Четыре матча Всего одна победа Это очень Ну Мне кажется Они выйдут Очень настроенными Вот Посмотрим Посмотрим Вот Ну что же Пожелаем Удачи Заряду В ответной встрече С Портером Напомню Что на стадионе Вернатка Парк 1 Состоится ответная игра В воскресенье В 17.00 Ждем вас на стадионе Поддержать заряд Поболеть за них Надеюсь Ребят Получится Выйти в финал Что ж Дорогие друзья Продолжаем мы Нашу передачу У нас в студии Сегодня Главный тренер Руководитель Команды МИПИ Три звездочки Атем Сергеевич Цирин Скажем Большое спасибо За то Что он посетил Нашу студию Очень долго Ждали мы его Атем Добрый вечер Добрый вечер Поздравляем вас С чемпионством Заслужено Чемпионство Абсолютное доминирование В лиге Ни одного поражения За регулярный Чемпионат Как вообще Дался сезон Этот вот Именно Чемпионат Не берем сейчас Кубок Не берем выступления В Еврокубках Именно вот По чемпионату Ну Если я сейчас скажу Что сезон Сложился сложно Наверное это будет Не совсем понятно Да Мы конечно Перед сезоном Ожидали Серьезного Противостояния Противостояния С пищевиком Вот И готовились Именно к нему Ну так сложилось Что пищевик Ослабел Вот И мы оказались Более готовы К сезону Чем остальные команды Я считаю Что причины Именно в этом Мы очень сильно Стартовали И фактически Не дали никому Сесть нам на хвост Артем Вот вообще Вот Отмечали мы Уже в своих Передачах Что практически Костяк Команды Был уже сформирован В прошлом сезоне Когда в середине Сезона Андрей Некрасов Перешел В этом сезоне Добавились Никонов И Пурцеладзе То есть Осознательная Такая вот Точечная селекция Вообще Какие-то вот мысли О комплектовании Команды На следующий сезон Под лигу чемпионов Есть у вас Я считаю Что у нас команда Укомплектована Под лигу чемпионов Последнее наше Приобретение Это Виктор Блатов Вот Он к сожалению Пока за нас Мало сыграл Но уже показал Себя в игре с Никой И мы на него Всерьез рассчитываем В следующем сезоне Вот Брать Просто Каких-то людей Со стороны Я не хочу У нас очень дружная команда И Обстановка в команде Важнее Чем наличие Еще там Какого-то одного Сильного игрока Хочется спросить О том Как С Суреном Степанянцем Который Напомню Долгое время Был Главным тренером Трех звездочек Артем Тогда еще Помним Мы Очень хорошо Это время Играл Сам за команду Вообще Как вы сейчас По руководству клуба У вас выстраивается С Суреном Структура Взаимодействия Ну Прежде всего Я бы хотел сказать Что вот Называть меня тренером Это не совсем правильно Я себя тренером Не считаю Я менеджер Управленец Как бы Да Руководитель команды Вот Поскольку у меня нет Футбольного образования Профессионального Да И Поэтому не хочу Ся называть тренером Вот По поводу Сурен-Арвен Степанянца Он человек Очень занятой Он руководит Кафедрой физкультуры Спорта В МГУ Ведет Весь МГУшный баскетбол Лично Вот Плюс Он сейчас уже вышел На профессиональный уровень Именно в баскетболе Вот Поэтому Конечно У нее нет Много времени Заниматься Нашей командой Вот Но Но в критические моменты Особо важные Да Я обращаюсь к нему за помощью Потому что у нее Во-первых Огромный опыт Во-вторых У нее очень точный глаз Он видит то, чего не видят другие Вот Поэтому Когда нужно Он мне помогает То есть Ну Из ваших слов Я так понимаю То, что Та вариативность Игровая Игровые модели Тактически Различные Да Нюансы То есть Тот подбор Исполнителей Те задачи Которые стоят Перед командой И этот состав Должен выполнить На 100% В следующем сезоне Да Ну Мы не собираемся Ни с кем расставаться Я скажу так Понятно Вот По поводу усиления Может быть Какое-то точечное усиление Но пока Каких-то конкретных Планов нет Понятно Хотелось бы Задать вопрос По выступлениям На Москву В этом сезоне И В принципе Вам не хватило Одного очка До выхода Да И с чем связано Поражение От Селтика Который дома Был уверенно Обыгран Почему-то В последнем туре Произошло такое фиаско 1.8 С чем связано Я бы не сказал Что нам не хватило Одного очка Это вот Если глядеть в таблицу Да Это так На самом деле Нам не хватило Первого опыта И второе Это все-таки Как ни странно Это глубины состава Потому что Оказалось Что выступать На два фронта Тем более Играя с такими Сильными командами А у нас Я считаю Что группа Была чемпионская Она не была Уровня кубка ЛФЛ Оказалось Что это действительно Очень тяжело В результате Мы К Селтику В последней игре Подошли У нас просто Не было Живых игроков Мы набрали состав И по именам Он выглядел неплохо Но Кто-то был После травмы Кто-то был уставший И Ну не оказалось Лидера на поле Случайное Сечение обстоятельств Произошло Нет Это не случайно Сечение обстоятельств Это именно Нехватка Глубины состава И Перенагрузились Кто-то Перегорел Кто-то Переиграл футбол В МГУ Ведь люди Играют не только у нас Нельзя сказать Что это было Случайностью Совокупность факторов Да Совершенно верно Конечно То что Ника Забила В гостях На последней минуте Я этот матч Смотрел И Ника Настолько Здорово Играла Что я При всем При том Что Был заинтересован В проигрыше Ники Но я Невольно Иногда Болел За них Потому что Динамо Просто Отскакило Много Раз В этом Но я Надеюсь Что мы В следующем Сезоне Сделаем Выводы И Окажемся Готовы Именно Главном Матче Ну Плюс Конечно Игры С Динамо Были Очень Сложными Мы Почувствовали Другой Уровень Игры Другой Уровень Понимания Игры То есть Нельзя Скать Что Там Играют Люди Которые Индивидуально Намного Сильнее Наших Нет Но Там Вообще Другой Футбол Будем К нему Приспосабливаться Ну и Плюс Стадион На Флотской Конечно Свою Специфику Имеет Отличается От арены Западной И нашей Юго-Западной В чем Большое Поле На Флотской Конечно К нему Надо Привыкать То есть Если Играешь С северными Командами На выезде Это Чемпионов И сильнейшие Команды И хочу Провести Последний Результат Титана Западного Тоже Он Проигрался ДК 3-2 Да Там Свои Какие-то Игровые Нюансы Но Всем Тяжело Приходится Именно На севере Всем Приходится Очень Тяжело Не только Вы знаете Там Еще Не Очень Хорошая Поляна Покрытие Там Мяч Дробит И Очень Сложно Играть Низом И Команды Которые Привыкли Катать Мяч Конечно Испытывают Сложности И Наоборот Северные Команды Очень Очень Много Играет Верхом Играет Вертикальный Футбол Чуть Что Забрасывает Мяч Вперед На Нападающего Скидывает Причем Что Вот Интересно Такой Нюанс У них Нападающие Часто Принимают Верховые Мячи Аж В усах Самых Уловых Уважков И Для Них Это Не Какое То Исключение Они Спокойно К этому Относятся Они Оттуда Скидывают Они Там Принимают Для Нас Это Было Удивительно Такое Тактическое Новшество С Которым Впервые Просто Нет Ученоки Команды Так Играли Помним Барс Так Играл Когда Где-то Вот Как раз На Райне Углового Флажка Шла Диагональная Передача Или Шла Просто Передача С учетом Того Знал Что Вбегает Игрок В эту Зону Одно Дело Я с тобой Соглашусь Одно Дело Когда Ты Видишь По Телевизору Когда Кто-то Играет Другое Дело Когда Ты Приходишь К Игра Была Почти Равная Я считаю Шансами На успех Вот Мы пропустили Необязательный Гол Вот В конце Первого Тайма Судья Не поставил Очевидный Пенальти На Севастьяна Очевидный Севастяна Пенальти Вот И Во втором Тайме Нам пришлось Раскрываться Мы Пустили Еще Но Уже Это Была Игра Другого Понимания То есть В принципе Команда За счет Турнира Она Росла Получается Больше Позитивных Моментов Чем Отрицательных Других Вариантов Нет Расти У команды Только Играть Постоянно С сильными Соперниками Вот Чего Не хватает Нам Немножко В нашей Лиге Когда Мы После Некоторых Расслабленных Игр В нашей Лиге Выходим Играть В Европу Там Очень Тяжело Там Уровень Жесткости Уровень Борьбы Другой Судейство Я бы Сказал Оно Вообще Не судится Толчки Игра Руками Вообще Не судится Судится Жестко Очень судится Удары По ногам Сзади Зацепы Но Вся борьба Она практически Разрешена Ну то есть Судьи Судят Только Грязь И хаос Так называем Вот эти мелкие Нюансы Игровые На них Не обращать Внимание Артем Знаю Что Очень гордитесь Вы тем Что Очень много Студентов МГУ В вашей Команде У вас Такой Симбиоз Есть опытные футболисты Такие как Андрей Некрасов Там можно Игру Парцелазу Назвать Довольно Опытным Для ЛФЛ Так же как Андрей Никонова Плюс Очень много Студентов Вот поподробнее Хотелось Чтобы Понимали Наши зрители Что команда Имеет прямое Отношение К МГУ Хотя Самое прямое Хотя приставки Нет в отличии От ММФ Вот хотелось О студентах О ваших Поподробнее Вот Я зацепился За приставку Приставка у нас На самом деле Была Несколько сезонов назад Но у нас Произошло объединение Двух команд Вот Одной командой Тогда руководил Степанянц Вместе с Горбачевым Алексеем Другой Я молодежный Вот мы решили Что нет смысла Распыляться И сил не хватит Вот Соединили две команды Так исчезла приставка Но По факту Конечно Никуда не делось Потому что Я сотрудник МГУ Степанянц Сотрудник МГУ Вы правильно сказали Что у нас Играет Сейчас скажу Наверное 5 человек Из сборной МГУ Или еще несколько человек Которые закончили МГУ То есть Ну 80% состава У нас связано С ними Хотя Есть ребята Из других институтов Например Балашов Зарипов Соответственно Из МАДИ Из Ранхикса Вот Ну я бы сказал Только вот Откуда это все появилось Вот Конечно У нас всегда была МГУшная команда Вот Но Дело в том Что Я в каком-то интервью Уже отвечал На этот вопрос У меня вырос сын Футболист Цирин младший Игорь Цирин Да Игорь Цирин Да И Вместе с ним В МГУ Пришли другие ребята Которых мы знаем С детства В общем Я многих знаю С 8 лет Вот Того же самого Балашова Того же самого Пашу Аксенова Вот То есть Ребята Очень давно знакомы С Русаном Ватарем нашим Там вообще Забавная история Мы познакомились На даче Вот Мы жили В одном коттеджном поселке Вот Познакомились На футбольном поле На даче А потом Он пришел В нашу команду Он пришел В Химке И уже встретились Причем Эти два события Абсолютно не связаны Между собой Вот Так вот Они пересеклись Вот Ну так вот По клопицам Образовалась наша команда Вот Молодая И самое главное Что очень дружная Не могу не спросить Про голкиперов Три сильных голкипера У вас В команде Как вообще Распределяется Как вы определяете Кто из вратарей Будет в конкретном матче Защищать ворота Ну в общем-то Когда у нас Не решающие матчи У нас идет Очередование Просто по очереди Вот Ну кто-то Кто-то не может По состоянию здоровья Или уехал куда-то Да Вот Ну в принципе Они играют по очереди Вот Но когда приходит Черед решающих матчей Мы конечно смотрим Кто в данный момент Находится В наилучшей форме Вот Хотя Я скажу Что в этом сезоне У нас Все три голкипера Выступили просто здорово Претензий нет Никому В принципе Как и атака Вы больше всех забили И меньше всех пропустили В общем дивизионе Ну это не был самоцелик Я понимаю Но при этом В начале Сегодняшней беседы Наши Вы затронули о том Что хотели составить Конкуренцию Пищевику Если уж проводить Аналогию с прошлым сезоном Вы опередили пищевик Потому что в том сезоне Пищевик одержал Все таки Не одержал А потерпел Одно поражение Да Вы прошли Ту же самую дистанцию С теми же самыми Четырьмя ничьями Только у вас Вместо того поражения Одна победа То есть у вас 26 побед А у них в том сезоне Было 25 И получается Вы по-своему Опередили сильнейший И по мячам По забитым Больше И по мячам По забитым Тоже больше Ну что касается Отсутствия поражения Да Мы конечно В какой-то момент Уже стали держать В уме такую цель Вот конечно Это приятно Я думаю что пищевик Тоже мог пройти По тому сезону Без поражений Вот Но просто они Такой цели себе Не ставили Мне кажется Потому что пищевик Того сезона Конечно была Очень сильная команда И В какой-то степени Жалко Что мы не сразились С ними в этом Это была бы битва Вот Что касается Большого количества Забитых мячей У нас действительно Изменилась Даже не то что Изменилась тактика Или тренерские установки У нас Настолько изменился состав Я ничего с этим Не могу сделать Я не могу поставить задачу Сыграть на На 3-0 Допустим Потому что Все равно Ребята при 3-0 Будут бежать в атаку И стараться забить еще И мы пропустим еще 3 И забьем еще 5 Вот Тут очень трудно Удевать Тут зависит все от соперника Вот когда соперник упирается Да Вот как допустим Было с Бутова Вот Ну и соответственно Команда наша Тоже играет более организованно Старается Минимум позволить сопернику Вот А когда игра идет Вот оттуда и получается Там 9-4 Там 9-5 Наши результаты Они мне не нравятся Я честно скажу Ну что с этим поделать Это говорит о том Что у вас играющая команда В принципе Всем приятно с вами играть Да Играющая команда Мы даем Да Там кстати Как пищевик в том сезоне Тоже там игры С играющими командами Там С чемпионатом Или с Никой У них всегда кончались Крупными Президентами Так это прекрасно Ради этого мы собственно Играем в футбол У вопроса спорта Такая же история Абсолютно так же Да Тоже играющая команда Которая забивала Больше чем соперникам В два раза Там иногда В два с половиной Но при этом Давали сопернику Тоже показать Свои какие-то В отдельных моментах Сильные качества Это точно Вопрос спорта Прекрасная команда Была Очень хорошо Играл сам по этих них Всегда с большим удовольствием Артем Вот на данный момент В высшем дивизионе Вот можно ли сказать Что какая-то команда Является для вас Принципиальным соперником Ну для нас Принципиальные соперники Это те Кто с нами борется В этом сезоне Конечно Это Ника и любители Команды Которые Особенно любители Прибавили Вот Я не говорю Что Ника слабее Нет Просто Любители У любителей Больше прогресса В этом сезоне Вот И Их Выигрышной серии Что одной командой Что другой Они впечатляют И Показывают Что команда очень серьезная На самом деле И в следующем году Ждем с ними борьбы Вот Что касается других команд Ну у нас конечно Были непростые игры Там Другими Но Это не касается Там принципиальности Непринципиальности Нам приятно играть со всеми Мы ко всем готовимся Ко всем соперникам Относимся серьезно И пытаемся Выиграть Артем В последнем туре Играли вы С футбольным клубом Бутова Три звездочки Победа 3-0 Отмечаем Три голевых передач Александра Балашова Два мяча Артема Севастьянова Вот хотелось бы от вас Какой-то экспресс Комментарий Получить Вот по этому Мачу Ну Бутова всегда Сложный как бы Соперник Они всегда Собираются На игры с нами Они всегда играют Последние Ну мы с ними Вот я История моя Как руководитель команды Игры с Бутова Она насчитывает Сейчас четвертый год Вот И первый год Мы им проиграли Обе игры Зимних Потом Потом выигрывали Но всегда это было сложно Всегда это был минимальный счет Допустим В первом круге Этого сезона Мы выиграли 1-0 Кстати Балашов Там забил Единственный гол Вот Ну сложно Но интересно играть Да Соперничество С Бутову Конечно Очень интересно Сейчас я предлагаю Нашим зрителям Ознакомиться С предматчевым интервью Артема Севастьянова И Послематчевым интервью Евгения Найденова Главного тренера Футбольного клуба Бутова Как команда Готова к сегодняшней встрече? Ну все-таки Последний тур Вот Хочется Пройти сезон Без поражения Вот я думаю Что мы только не обманули В команде в целом Вот поэтому Я думаю Что мы будем Настраиваться Как на каждую игру Играть на победу Вот И должна Получиться интересная игра Что у вас больше Приоритете Сезон без поражения Или пройти в кубке? Слушайте Ну и то и то Конечно Приятно Но В принципе Я думаю Что у нас Всегда Самые высокие задачи Вот Думаю Что все-таки Конечно Если Поставлять приоритеты Конечно Хотелось бы Больше в кубке Выиграть Но Без поражения Тоже хотелось Пройти Вот Какого-то Ординарного Ответа Я не дал Но Как-то Вот так Спасибо Какое впечатление От игры? Плохое впечатление От игры Поскольку Лазарет У нас Не полный Абитком Что называется Поэтому В принципе Отбивались Отбивались Команда МГУ Конечно Оставляет Приятное Впечатление Кстати Пользуясь Случаем Поздравляю Ребят С тем Что Не просто Выиграли Чемпионат А прошли Дистанцию Без поражения Что получилось Что нет У нас Всегда Не получается Одно Мы Не собираемся Оптимальным составом Сегодня Без нападающего Играли Но Зато Просмотрели Молодежь В принципе На следующий сезон Наверное Придется омолажиться Потому что Всю дистанцию По турниру Вот тем составом Который мы На сегодня Имеем заявки Мы К сожалению Без травм Не проходим Отсюда результат А вообще Хочу сказать Что Этот сезон У нас Самый лучший За время Наше существование Поэтому Ничего страшного Будем собираться На следующий год Спасибо Ну вот Артем Видите В интервью Евгений Найденов Отмечает Вашу команду Поздравляет вас Сердечно С чемпионством Очень хорошо Отзывается О команде Мы можем Тоже Присоединиться К его словам Еще раз Поздравить И приятно Смотреть На игру Звездочек В этом сезоне Согласен Согласен У Артема Наверное Сейчас На данный момент Идет подготовка Уже полным ходом В связи с Окончанием Чемпионата К 1-4 финала Кубка Где предстоит Наверное Интереснейшая игра В таком плане Потому что Столица Артель Новая команда В нашей лиге И победителем Я не знаю Какое мнение Какие ожидания Потому что Еще не играли Между собой Только наблюдали Со стороны Чего ждет Я жду Очень серьезной игры Очень сложной За столицей Сказать что я внимательно Слежу нельзя Потому что Ну немногие игры Как бы Транслируют Тем более Когда Столица Обыгрывает Какого-нибудь соперника Со счетом 10-0 Смотри не смотри Ты не поймешь Но я понимаю Что команда Очень серьезная Организованная Очень мотивированная Играет Два состава И легкой прогулки Абсолютно не жду Готовимся Готовимся В каком плане Собираем состав Вот Конечно Как всегда Уже летом Начинаются Некоторые проблемы Кто-то уже уезжает Вот Уже немножко сложнее Явно Два состава Как артель Мы не соберем Ну плюс Еще в последнем матче Да Там Были Особенные моменты Некоторых игроков Не досчитается Дисквалификации Угрока У меня вопрос По поводу С артелью Блатова Можем ли увидеть В этом матче Я бы хотел На это надеяться Но боюсь Что нет У Блатова Травма голеностопа С тонн Да Он получил Он уже усугубил Не получил Усугубил И он Попустил Две недели Но видимо До конца Не восстановился Так что Вряд ли Хотя конечно Было бы хорошо Блатова Да Очень сильный игрок Для тех Кто не знает Напомним Что это единственный Российский футболист Играющий За команду Адидас Под руководством Хаби Алонса И плюс Участник Мега Спортивного проекта Амкал И там На ведущих ролях Находится Футболист Трех звездочек Артем Ну Хотелось бы Еще Поинтересоваться Ваше мнение Про лучшего Галеодора Чемпионата Артема Севастьянова 64 Забитых мяча Для высшего дивизиона Это не шутки Футболист Я показал Прекрасно И на Континентальной Футбольной лиги Забив Несколько мячей В составе Бразильцев К сожалению Не доехал он На матч Первой сборной Он был вызван Дал согласие Но в день игры На каком-то турнире Получил травму Так же Как собственно И Андрей Никонов Должен быть На матчах Сборной Ну и вообще Надеемся Что С вами Перед финалом Четырех Будет какой-то С вами контакт И по поводу Игроков Именно на финал Четырех И сборной Я думаю Сможем увидеть Футболистов Трехзвездочек В форме сборной Ну вот Портем Севастьянов Пожалуйста Хотелось бы Мнение узнать Вот просто Как Руководитель Для меня Артем Севастьянов Любимый игрок Потому что Я считаю Что я его Я его нашел сам Хотя он конечно До этого играл Прекрасно Нельзя все заслуги Приписывать мне Но я его нашел Во второй лиге В первой лиге В составе Аворы Вот И пригласил к нам Я считаю Что именно у нас Он по-настоящему Раскрылся И стал Звездой Может быть даже Главной звездой Нашего дивизиона Ну я считаю Что это наш Неймар Человек На который Интересно Всегда смотреть Который Очень любит футбол И кстати Вот я хочу Сказать В этой связи Про ситуацию Который возник В предыдущей игре Когда был Очень грубый Фоу На Артеме Вот Я считаю Что это совершенно Недопустимо Потому что Вот представьте Что Так сыграет Против Неймара Ну это невозможно Себя Такое представить Правильно Это и будет скандал Вот Севастьянов Это наш Неймар Нельзя против него Так играть Да Конечно же Мы не поддерживаем Чрезмерную грубость Агрессивность На полях Юго-западной Лиги Конечно же Этот эпизод Будет Разбираться На контроле Дисциплинарной Комиссии Надеемся Что у Артема Со здоровьем Все будет нормально После этого стыка И Увидим мы В воскресенье В 12.20 На ЛФЛ ТВ Приходите на стадион Будет Отличный матч Столица Артель Три звездочки Приглашаем вас Поддержать Или столицу Или звездочки Будет классно Ну что же Скажем спасибо Большое Артем Сергеевичу Цирину За то Что он посетил Нашу студию Надеемся Что в этом сезоне Еще раз Мы его увидим Уже в итоговой Программе По Итогам Итоговой программе По итогам года И Также у нас Ноу-хау Будет Скорее всего Матчи полуфинальные Финальные У нас будут Предматчевые студии Кубка И в случае победы На столице Артель Ждем вас В этих наших Студиях Перед матчами Кубка Юзава Спасибо вам большое За то что пришли Мы очень рады Антон Ну и хотелось бы Еще пообщаться О лучших бомбардирах Высшего дивизиона Артем Севастьянов 64 Мяча С большим отрывом Выигрывает эту гонку Из трех звездочек Александр Карпов Из Ники С 45 мячами Занимает второе место И Иван Лукин Футболист Любителей С 38 мячами Занимает третье место Ты знаешь Единственное что я хочу сказать Почему Артем Севастьянов Выиграл Он на самом деле Единственный игрок Своя команда Который отыграл От звонка до звонка Полностью чемпионатом Сыграл все 30 игр Поэтому в принципе Человек получается Еженедельно был в тонусе Плюс мы с тобой Прекрасно знаем То что Артем Не только на полях ЛФЛ выступает Но еще и выступает В футболе формата 11 на 11 Что приносит ему Естественно Дополнительную какую-то Да вот эту интенсивность Игровую И игровую практику Поэтому Нет здесь Не удивило Единственное удивило Честно Я ожидал За место Лукина Увидеть Зиновьева Очень мне нравится Этот игрок Тоже Однак Одноклубник Да Ивана Лукина Огромное впечатление Он на меня оставил И в принципе Вот честно Я хотел бы его видеть В сборной Юго-Западной Лиги на финале 4 Ну будем над этим работать Также отметим Передем к ассистентам Евгений Шендрик Такая вот тройка В любителях есть Лукин Шендрик Зиновьев Потрясающая тройка Нападающий 34 голевых передач У него Иван Лукин 29 голевых передач И Сергей Комаров Из Ники 26 голевых передач И по итогам Чемпионата Высшего дивизиона ЮЗАО Лучшим по голу Плюс пас Становится Артем Севастьянов Набравший 83 балла Иван Лукин На втором месте 68 баллов И Александр Карпов 68 баллов Также располагается На третьем месте Ну второй Третьем Можно сказать поделили Здесь понятно Артем Еще раз Мы понимаем прекрасно Что благодаря Дисциплине своей Благодаря постоянной Присутствию на играх В принципе он доказал И своей статистикой То что он является сейчас Ну без ложной скромности Лучшим футболистом Юго-Западной лиги Ну что же Перейдем к сыгранным матчам Кубка Юго-Запада На этой неделе Состоялись Последние матчи Одной Восьмой финала Два матча Мы рассмотрим Это матч Между командами Пиоритет Селеста И ММФ Меркурий Сейчас вы видите На своих экранах Сетку Кубка Юго-Запада Видите Что у нас Интереснейшие Противостояния В одной Четвертой Финала Это Столица Артель Играет С командой Три звездочки Об этом Противостоянии Мы пообщаемся Сегодня И с Юрием Бабиным И с Артемом Цирином Соответственно Руководителями И тренерами Этих команд Любители Сыграют С Чемпионатом Это у нас Два матча В левой Так называемой Половине сетки В правой Половине сетки У нас Будет матч Между командами Химик Селеста Представители Первого дивизиона И представители Второго дивизиона Команды Алмаз Играет у нас Представителем Высшей лиги Команды ММФ Да Главное Возмутилие Спокойствие В кубке Алмаз Вообще У нас получается Вот 8 команд Сильнейших В кубке Четыре представляет Высшей дивизион Три Первый И Алмаз Из второго дивизиона Давайте Рассмотрим Матч Селеста Приоритет Антон Вот Твое мнение Интересно По этой игре Ну Ты знаешь Честно Я хочу сказать Приоритет В эти выходные Выступил Не очень удачно Проиграв И Прямой Матч за чемпионство Второй лиги Трейдер Тим Гусу И Проиграл Селестия Представителю Первого дивизиона Который еще Оставляет Кстати Шансы На попадание Высшей дивизиона На 5 место Да Несмотря на то ММФ 2 Две игры в запасе Но всякое бывает Это футбол Все очевидно Приоритет Не был готов К Селестие Не был Все таки Представители Первого дивизиона Не будем забывать Потому что Селест Только в том году Вылетела из высшего дивизиона А приоритет Наоборот Это команда Которая по большому счету В том году Вылетела из второго В третьей Чудом Осталась в этом году На удивление Многим Выходит Первый дивизион Ребята Сейчас попробовали Просто Крепко Представители Первого дивизиона Они набрались опыта Ну да 5-2 Да Все по делу Проиграли Сделают выводы Вырастут Наберутся опыта Мне кажется Вот Случилось то О чем говорил И Владимир Гулешинов Руководитель Трейдер Тим Гусса То что Команды из второй лиги Выходят против коллективов Из первого дивизиона И они не ожидают Такого уровня сопротивления Они привыкли Во второй лиге Там Ну Есть откровенно Скажем Не самые сильные клубы Там Действительно Любительские команды А потом попадают На команды Первые или высшие лиги И Там уровень футбола Другой Особенно первый дивизион У нас это очень тяжелый Ну все говорят о том Что да Кто попадает в первый дивизион Из него выбраться В первый сезон Практически нереально Там немногим удается Да Что говорить Про высшие дивизионы Я вообще буду молчать Уровень тактической подготовки Технического оснащения И понимания дисциплины Но это разные все-таки уровни Тяжело Тяжело Плюс ко всему Когда ты встречаешься С представителем Там более высшие лиги Все равно В определенный момент У них там Они не сдаются Да У них концентрация Сохранится У всех 60 минут А у ребят Рангом ниже У них Ну не хватает Вот этой концентрации Не хватает Где-то уже Желания Они начинают Плыть И собраться Зану Очень тяжело Давайте послушаем Что после матча Селеста-Приоритет Говорили Николай Дыбов И Владислав Сологуб Ну что же Еще один матч Одной восьмой финала Меркурий ММФ Очень интересная Получилась игра Два представителя Высшей лиги Играли в этом матче Решался Вопрос Прохода В одну четвертую Финалу Ну и как бы решалось Кто и в отпуск уйдет На этой неделе уже В итоге в отпуск ушел Меркурий Игра была Довольно интересная Игра была Вязкая Чем-то она Напомнила По Напряженности По плотности Борьбы Игру второго круга Когда напомню 3-3 Они сыграли Между собой В этот раз У ММФ Все пошло полегче Почти С самого начала В середине первого тайма Вадим Ершов За фору последней надежды Удален с поля Пенальти 1-0 Начало второго тайма 2-0 ММФ Ведет В принципе контролирует Весь матч Но Уже за 6 минут до конца Основного времени Происходит удаление У ММФ Иван Голованов Получает 2 желтых карточки И отправляется Отдыхать И вот Меркурий Почувствовал Почувствовал Какой-то запах Возможно Спасение матча Забивает быстрый мяч И знаешь Где-то наверное За Секунд 25-30 Основного времени Прекрасный момент У Дениса Слесаренко Из штрафной площади Метров 7 Наверное Наносит удар И Андрей Стикачев Затаскивает ММФ В 1-4 Финал Да Потом там пошла Контратака 3-1 С финальным Свистком Футболиста ММФ Забили свой мяч Вот так В целом Складывалась игра Ну вот скажи мне честно Тебя удивил результат Этого матча? Знаешь нет Объясню почему Очень Мы отмечали в самой первой передаче По юго-западной лиге Работу Алексея Хадыкина И не сомневались Тогда ММФ было в подвешенном состоянии Еще попадут в переходные И прямой вылет еще команде Тогда грозил Но мы сказали что Алексей справится С этим С этой ситуацией И так и получилось Конечно же Марат Азизов Мастерюга Что там говорить Он очень сильно помог ММФ Два брата Фомича Безумно помогают ММФ Особенно Игоря надо отметить Фомича И конечно ММФ преображается Наверное они даже сожалеют Чуть-чуть что Именно регулярно чемпионат закончился На них еще есть кубок В их половине сетки Только команды Нишек дивизионов И по той форме Которая сейчас у ММФ Вообще мы можем считать их фаворитом Именно правой сетки кубка Правой сетки соглашусь Да Соглашусь Единственное что Единственный кто может Наверное Кто может составить им конкуренцию На мой взгляд Он субъективный Сугубо мое личное мнение Это Селеста Вот это как раз Вот команды Из первого дивизиона То о чем мы говорим В каждой передаче Другая тактика Другое все И вот здесь могут начаться проблемы Все-таки С представителем там Высшего дивизиона Или там второго дивизиона С ними можно играть Они дают играть А представители первого дивизиона И середнячок Высшего дивизиона Это коллективы Которые играют от обороны То есть Верю в то что Селеста Создаст нам проблемы В Алмаз Не веришь вообще? Алмаз Знаешь Неоднозначно Они когда хоть и собираются Да они и Зюзина Обыграли Они собираются Вот на последних играх Они там во второй лиге Всех продолжают громить Видно что Ребята опять Зажглись глаза Они Поздновато мне кажется Нет не верю Честно Честно не верю Ну что же Дадим слово До и после матча Алексею Хадыкину Главному тренеру ММФ МГУ И Вадиму Вайнеру Можно сказать Старейшему игроку Футбольного клуба Меркурий Алексей здравствуй Поздравляю вас То что вы остались В высшем дивизионе Скажи пожалуйста Какие планы на кубок В связи с тяжелым Нынешним сезоном Который уже сложился Для вашей команды Неоднозначно Да Дистанционно У нас Получился Непростой Если можно так сказать Задачи выполнены Хотя хочется Ставить задачи Более высокие В связи с этим В кубке Хотим выступить Как можно Лучше Как можно удачнее И для нас Каждая игра важна Я думаю Что Хотим добраться до финала Как бы Не звучало Это амбициозно И не скромно Тем не менее У нас Задачи такие Но сейчас есть игра Конкретная Задача удачно Сыграть В этот матч Желаю вам удачи С встречи Спасибо Леша с победой Скажи пожалуйста Довольны ли результатами Что получилось А что нет в этой игре Ну результатом Конечно доволен Мы выиграли И у нас Каждая победа На визол Тем более В кубковых играх Они бесценны Что получилось С моментами Очень здорово Приятно посмотреть На командные действия Индивидуальные действия К сожалению У нас не хватает На всю игру Нервная получилась Концовка Но если раньше Мы пропускали В конце матча То сейчас Нам удается На последних минутах Забивать Это радует Это говорит о том Что команда Все таки Возвращает В себе уверенность И я думаю Что Мы на правильном пути Понял Спасибо большое Желаю вам В дальнейшем удачи Спасибо Вадим Здравствуй Насколько команда Мотивирована На кубковую встречу Да Приветствую вас Мотивированы Мы очень сильно Мы собираем Самый-самый Боевой Какой можно Состав На эти Матчи И надеемся Они будут Как можно Их больше Поэтому Мы готовы Да И очень сильно Ждем этой игры И надеемся На хороший результат Как думаешь Кирилл Апидос Который восстановился Поможет сегодня Мы будем Надеяться на это Он начнет Матч в старте И надеемся На то Что он в форме И покажет Ну хотя бы Часть того На что способен Понял Спасибо Удачи вам Вадим Расскажи пожалуйста Свои впечатления О сегодняшней игре Сегодняшнее впечатление Об игре Сыграли Достаточно слабо Подвело удаление Подвела реализация Много моментов Ну Играем в футбол Все как всегда Хотели пройти выше Ну видимо выше Это вот наш потолок Сыграла роль То что было мало Игроков сегодня Я думаю Что нет Сыграли Ну по максимуму Те кто могли играть Наверное Может одного Не хватало А так все пришли Кто мог бы усилить Кто мог бы сыграть Как можно сильнее Ну вот Сыграли как сыграли Не получилось Понял Спасибо большое Счастливо Ну что ж друзья Вот и подходит К завершению Треть выпуска Программы Кухня Юго-Запада Сегодня Повторюсь Не совсем На кухне Мы вели свою работу Но прекрасная Летняя студия Прекрасная погода Надеюсь Наша передача Вам понравилась Обращаю Ваше внимание На то Что у нас Запланированы Трансляции Всех матчей Одной четвертой Кубка Юго-Запада Плюс Будем и показывать Матч Между Портером И Зарядом Ответной Также у нас Возможно Будет показано Хамовническое Дерби С 2-го дивизиона Ждем вас на стадионе Смотрите наши Трансляции С вами был Михаил Першин Антон Погодин Спасибо за внимание И до свидания До скорых встреч Субтитры